Всем привет! Меня зовут Лена, рада видеть вас на своем канале. И, как вы понимаете, настала пора подводить итоги года. В моем случае, итоги парфюмерного года. Сегодня будет первая часть этих итогов. Я расскажу про люкс, бутиковый люкс и один аромат из масс-маркета. В следующей части мы с вами обсудим нишу. Кому интересна эта тема, оставайтесь со мной и не забывайте подписываться на мой канал. Прежде чем мы начнем, считаю, важно уточнить. В этом видео будут не только новинки этого года, хотя они, конечно, тоже будут присутствовать, но и в целом те люксовые ароматы, с которыми я в 2021 году познакомилась и которые я полюбила. Так что давайте уже смотреть. И также по традиции на мне винтажное платье, привезенное из Стамбула. Я просто тащусь, оно очень красивое, в полный рост. На мне серьги из Алика. В общем, сегодня на мне любимый комплект моих хейтеров. И на губах у меня помада MAC в оттенке Flat of Fabulous. Как вы видите, я очень люблю этот оттенок, и давно мы с ним вместе. И, возможно, некоторые из вас заметят хайлайтеры. Я удивляюсь, что некоторые из вас замечают хайлайтеры, потом пишут в комментариях. Это палетка Lime Crime. Она мне вот недавно совсем пришла. Оттеночек вот этот вот первый, такой нежно-розовый. Красивый дает отлив. В живую, конечно, это гораздо лучше видно. Камера все съедает. Но если вы заметите, то вот она, вот эта вот красота. Да, напоминаю, что все ссылки, всю информацию я дублирую в инфобоксе. Там же я оставляю ссылки на покупку ароматов, если я нахожу какие-то выгодные цены. 21-й год в люксе оказался для меня годом роз. Огромное количество розных ароматов появились в моем шкафу. И в том числе в итогах прям действительно много-много розных ароматов. Давайте сначала с ними разберемся, и уже потом другие обсудим. Начать я хочу с моего самого любимого люксового запуска этого года. Сейчас никто не удивится, да, это Armani C версия Intense. Варенье из роз и черная смородина. Из него убрали излишнюю сладость, сделали его более густым, темным. И при этом как-то более уютным, что ли, более комфортным для использования. Я просто неистово обожаю этот аромат. Он меня очень греет, очень радует. Я считаю, что запуск просто на 100 баллов. И это моя самая любимая версия Armani C. И на данный момент вот единственная, от которой я вообще не могу отлипнуть. Ну и продолжая тему варенья из роз. Единственный не люксовый аромат, но просто аромат, который я не знала, куда еще поместить. Это Lush Rose Jam. Это аромат, который вызвал безумный ажиотаж. Который понравился многим фарф-блогерам. И многие его покупали. Я его юзала неистово. Сейчас у меня еще банная линейка. Мне бренд подарили гет для душа. И спрей для тела. И это просто любовь. Я готова в нем лежать целыми днями. Потому что это самое правдоподобное варенье из роз. Без всяких примесей. Если Armani C это все-таки парфюмерная композиция. Там и смородины добавили. И древесные какие-то ноты появились. То здесь вот действительно банка джема из роз. Очень сладко. Очень вкусно. При этом в нем есть какая-то сочность. Как будто ягодная. Он такой крутой. Вот казалось бы варенье из роз. Может быстро утомить. Но я с ним с весны. И я очень себя комфортно в нем чувствую. Я вообще от него не устаю. И готова носить снова и снова. Сейчас держу флакон в руках. И понимаю, что снова хочется им палиться. Но это не вариант. Потому что мне еще снимать и эту подборку. И следом нишу снимать. В общем это плохая идея. Но каждый раз, когда я вижу этот флакончик. Мне хочется облиться им с головы до ног. Хотя двух-трех пшиков более чем достаточно. Розы, о которых мы уже поговорили. Они сладкие, насыщенные. Но при этом достаточно оптимистичные. И хочется темой оптимистичных роз продолжить. И показать вам мое открытие. Которое можно назвать с добрым утром Лена. Это In Love Again YSL. Аромат, про который я знала очень давно. Я не знаю, лет 10. Я точно в курсе, что этот аромат существует. С момента, как я увлеклась парфюмерией. Но я почему-то его не покупала себе. Хотя я знала, что он в духе Babydoll of Saint Laurent. Который я тоже обожаю. Но уже переросла. И я что-то решила, что мне это надо. И я абсолютно не пожалела. Это такие свежие розы. Тоже с черной и сморозиной. Но если Armani C. Это такое сладкое все. Проваренное. Густое. То здесь просто весенняя свежесть. Очаровательный аромат. Розноягодный. Такой искрящийся. Такой приятный. В нем так комфортно жить. Вот просто всегда. В любой непонятной ситуации можно брать и использовать. С ним какая-то интересная история происходит. Он то пропадает из продажи. То появляется на скидках. Я надеюсь, что я найду вам ссылку на покупку. Потому что мне не нравится то, что я вижу. Обычно, когда так происходит, выясняется, что аромат снимают. Или собираются снимать, когда он постоянно пропадает. Это не очень хорошо. Надеюсь, все-таки они примут решение оставить этот аромат в портфеле бренда. Потому что это абсолютное очарование. Ну и последний розный аромат, который я совершенно не могу назвать оптимистичным. Это Promenade in the Garden. Реплика Минзон Борджела. Как я люблю эти духи. Боже, я так редко им пользуюсь. Но степень моего обожания к этому готическому розному аромату. Она просто непередаваемая. Я познакомилась с ним на пару посиделках. И для меня это такой густой лабиринт из темной зелени и роз, который увевает металлические ограды. Еще запах сырой земли. Запах воздуха после грозы. И все это такое раскаленное, тревожным предчувствием. Парфюмерно очень красиво. То есть здесь вот есть вот эта напряженность. Как будто действительно грозовой воздух. При этом здесь есть цветочность, зелень. И как здесь красиво передана землистость. Это реально мокрая земля, покрытая ковром зеленой травы. Потрясающая вещь. Он снят с производства. Но, боже, какая это любовь. Как я рада, что я все-таки его отыскала. Экватор выпуска. Всего в ролике 8 ароматов. 4 из них оказались про розы. А 5 про туберозу. Да, Tom Ford Tuberose New. Мне очень понравился этот запуск. Какие у нас были горячие дискуссии с Кариной и Богданом, когда мы определяли, что включить в лучшие люксовые запуски года. Мы в итоге взяли... Солей Бурланд, по-моему, да. А я настаивала на Tuberose New и решила, что вот не взяли в парку сиделки. Я в свои итоги его возьму. Потому что для меня это действительно оказалось очень классное, интересное открытие. Это очень нетипичное прочтение туберозы. Вначале тубероза латексная. Она реально пахнет латексом. Понятно, очень тонким латексом. Резиновое изделие, предотвращающее нежелательные пелёнки, когда вы к ним не готовы. Вот. В общем, вначале она пахнет презервативом. Потом она пахнет чем-то вроде бананов. Затем появляется зелёная тубероза. Тубероза раскрывается, набирает силы и становится кремовой, сливочной. Держится очень долго, и в конце раскрытия ты чувствуешь, что у меня такие сливочные белые цветы. Очень коммерческие, но при этом сделано интересно. Но что там происходит в старте, это просто отвал всего. Какие-то презервативы, фрукты, зелень, ядовитые цветы. Но потом это суперкомфортная вещь. Хотя старт мне тоже нравится. Вот я люблю такие вещи, немножечко вот того. И здесь это вполне носибельно. То есть я легко представляю, что человек уберёт, и вот в этом вот идёт. Это не звучит как-то слишком нишево. Это звучит просто экспериментами Тома нашего Форда. Вполне в его духе. Всё через секс, всё через такие постельные игрища. Мне очень нравится этот аромат, и поэтому он в этой подборке. Следующая композиция про кофе и цветы. И тоже люксовый запуск этого года, который я могу похвалить. Один из моих любимых. Это Black Opium Extreme. Тот самый Black Opium, в котором мне лучше всего вообще жить. Здесь очень горький, крепкий кофе. Немного сладкого сиропа и лепестки белых цветов. Всё вместе звучит гармонично, с характером. Очень кофейно. Некоторые пишут, что им здесь нет кофе. Я не знаю, как вы это делаете, потому что для меня аромат суперкофейный. И это именно то кофе, которого мне хочется. Потому что супер горький кофе я и в целом не люблю ни пить, ни нюхать. И в парфюмерии я люблю, чтобы всё-таки кофе был с чем-то. Здесь конкретно кофе с жасминовым сиропом очаровательно получилось. Всё это ещё на древесной базе такой аккуратненькой. Очень хорошая, стойкая, шлейфовая, понятная. Но при этом такая достаточно интересно оформленная вещь. Очень важным для меня в этом году оказалась змея Gucci The Voice of the Snake. Какой у меня был длительный запой. Я вообще не могла слезть с этого аромата в конце лета, в начале осени. Ни о чём не жалею. И сейчас я его открыла. И снова захотелось облиться неистово. Потому что это мой самый любимый кожаный аромат. Здесь грубая кожа с шафраном. И для меня здесь есть ягодность. И всё это сглажено так, что я этот аромат даже считаю гламурным. И я его легко могу представить на разряженных пух и пырах девушки на таком же парне. Потому что кожаные ароматы, они часто там про степи, про скакунов. Либо какие-то арабские истории, которые про шейхов, гаремы и звон драгоценных металлов. И здесь всё вот просто как будто, знаете, была какая-то неотёсанная скульптура. Её взяли и идеально её выточили. И теперь её в Пинтерест можно выложить. Вот такое у меня ощущение. Это глянцевая кожа. Это кожа, политая дорогими популярными женскими духами. Супер кайф. При этом она такая характерная, резкая. Такая, знаете, вроде красотка из Инстаграма. Но если надо, она ответит так, что не захочется больше к ней подходить никогда с предложениями, которые она считает неуместными. Очень-очень мощная штука. Но я готова принимать из неё душ. К сожалению, мои друзья и близкие не разделяют моего восторга. Но для меня просто топ-любовь и мои аплодисменты. Ну и парфюмерный Оскар в категории люкс. И моё самое главное почтение — это Лев Шанель. Конечно же. Безусловный шедевр, бриллиант в коллекции Бутиковой Шанель. И в целом бриллиант на парфюмерной полке, на моей. Не говорит ничего нового. Много находят параллелей. И для меня это не имеет вообще никакого значения. Знаете, платья, платья тоже шьют все бренды. Платья, там, определенного фасона шьют все бренды. Но эталонные, культовые получаются единицы. И для меня вот этот тот самый эталонный кожано-смолистый аромат — потрясающая, невероятная вещь, заставляющая моё сердце биться чаще. Для меня очень зимний аромат. Хотя, говорят, летом в нём хорошо. Я обязательно попробую это сделать. Но для меня это вот выйти в холод, выйти в колючий мороз. И чувствовать себя при этом волшебно. Как будто обязательно произойдёт какое-то чудо. Как будто ты его сто процентов дождёшься. Ну, он у меня, конечно, ещё привязался к «Северному ветру» Рената Литвиновой. Как я уже сто раз рассказывала. Но для меня это знаковая вещь. И для меня это композиция, с которой я уверена, я буду много лет. И я от неё не устану, потому что она идеальная. Идеальная. Если бы я поставила себе задачу ограничиться только тремя люксовыми ароматами в итоге года, и составить рейтинг, это было бы вот так. Первое место, конечно же, «Лев». Второе место, «The Voice of the Snake Gucci». А с третьим местом я бы разрешила себе немного читерства, потому что я не знаю, какое варенье из роз лучше. «Armani Sea» или «Rose Jam». Мой главный топ такой, хотя все ароматы, которых я рассказала в этом ролике, мне нравятся безумно, и я посчитала их достойными оказаться в итоге года. Естественно, в 2021 году было много других люксовых ароматов, достойных этой подборки, которые я по тем или иным причинам не купила, и я надеюсь, что я приобрету их в следующем году. Но из новых, подчеркну, именно из новых запусков здесь, безусловно, должны были оказаться Narcissa Rodriguez Mask Noir, Carolina Herrera Very Good Girl, которая та самая красная туфля. В целом это был интересный год, достаточно разнообразный в плане новых запусков. Бренды предлагают все больше и больше нового, интересного, а не кормят нас фланкером одного и того же аромата из бренда в бренд. Это приятно, очень интересно, что будет дальше. Я надеюсь, точнее я уверена, что дальше будет только интереснее. Надеюсь, вам понравились мои итоги. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok